Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева и смотрите сегодня выпуски. Без пяти минут новоселы. Первые 8 из 82 квартир приобрели городские власти для детей-сирот. Учения пожарных проходили совместно с полицией. Вы купили ребенку мотоцикл. Этот вид транспорта самый травматичный. Детям, чьи судьбы сложились без родительской опеки и поддержки, сложнее обрести в жизни уверенность в завтрашнем дне. Найти жилье, а значит создать семью. Сегодня первые на очереди 8 детей-сирот осмотрели свои будущие квартиры, которые им приобретает муниципалитет. Все эти люди приехали посмотреть на свой будущий дом, оценить удобство в квартирах и сказать свое «да» или «нет». Только после их одобрения купленные квартиры оформят именно на них. Непривычные к подаркам судьбы волнуются и переминаются с ноги на ногу, прежде чем переступить порог. Но тут и любой бы человек опешил. Предвкушение счастья жить по-человечески в квартире со всеми удобствами, да еще и в курортном поселке Витязева заставляет волноваться. Дальнейшие планы, то есть заселиться, жить, семья там, ну как и у всех нормальных людей. Ждала я очень долго, конечно, вот. Квартира мне понравилась. А какие планы? Ну, хочу, во-первых, там жить, во-вторых, обставить квартиру, жить со своей семьей, с детьми. Волнуется и ведущий специалист жилищного отдела и называет будущих квартиросъемщиков детьми. А город и покупает квартиры именно детям-сиротам. Сегодня мы показывали восьмерым детям-сиротам восемь квартир, которые мы им предлагаем, которые они будут получать по договору специализированного найма. Квартиры гражданам понравились, мы будем заключать с ними договора специализированного найма сроком на пять лет. По истечению этого срока мы с ними уже будем заключать договор социального найма. И они смогут впоследствии уже приватизировать данные квартиры как бы в собственность. Без пяти минут новоселы. Первые восемь из 82 квартир приобрели городские власти для детей-сирот. Все определенные законом процедуры пройдены. Сегодня будущие собственники осмотрели квартиры и приняли решение им здесь жить. И в продолжение приема по личным вопросам глава города Сергей Сергеев с рабочим визитом побывал в третьем микрорайоне села Витязева. В Витязево глава Анапы остановился на улице Школьной, где в эти дни идет дорожный ремонт. 30 процентов работ выполнено. Завтра дорожники приступят к укладке асфальта. До сих пор автомобилисты такого удовольствия не знали – ездить по заасфальтированной школьной. А вот продолжение улицы Школьной. Дорога ведет в третий микрорайон. Квартальная Галина Наговицына призналась – так скоро визиты Сергея Сергеева не ждала. В понедельник была на приеме главы города, а сегодня появилась возможность показать, как живет микрорайон. Первая просьба – заасфальтировать дорогу и сделать тротуары. А вот с асфальтированием надо повременить. Многие жители еще строятся. Тяжелая строительная техника в два счета разобьет новое дорожное покрытие. Надо решить вопрос с освещением улиц. Дочью темно? Очень. Фонарей мало. Мало. У нас висят фонари, но надо лампочки, нужен электрик. Мы уже с Василием поговорили, Александровичем, да. Он сказал, что до зимы мы все это решим, потому что зима темнеет очень рано. По Витязеву, в общем, по округу, нам уже на той неделе поставили дополнительно 10 фонарей. Электрик, который приезжает. И лампочки, 180 лампочек поменяли. И еще, я думаю, они обещали через две недели еще 10. Просьб Галина Наговицына высказала немало, но согласилась, решать надо постепенно. Вой пожарных сирен огласил городские улицы. Учения по профилактике ликвидации возгорания провели сотрудники МЧС совместно с отделом анапской полиции. Грядет самая жаркая и засушливая пора курортного сезона. По уже сложившейся традиции пожарные службы к сезону повышенных рисков возникновения пожаров и возгораний готовятся загодя. По легенде учебной тренировки в здании отдела МВД России по городу Анапа в помещении актового зала произошло возгорание. Внимание! Там же одна из минуты. Встречайте и уходите в замещение. Алло! Это отдел полиции города Анапа, Краснодарская стабилизация. Примите вызов. Да, возгорание. Личный состав для большей эффективности и максимального приближения к реальной ситуации предупрежден не был, но эвакуация началась незамедлительно. Подразделение МЧС прибыло в течение двух с половиной минут. Провели проверку помещений и обнаружили условно отрезанного огнем сотрудника в кабинете третьего этажа. Наши сегодня показали хорошие навыки. Эвакуация была проведена во все нормативные сроки. Развертывание, тушение пожара, эвакуация пострадавшего также проведена в нормативное время. Оценивается качество эвакуации, количество людей, все должны быть учтены. Наличие людей в кабинетах, открыты должны быть двери, вынесено имущество, которое подлежит эвакуации. Ну и сверены все списки. Учебные тренировки поставили оценку удовлетворительно. Единовременно в городе дежурят четыре пожарные бригады. Но в экстренном случае на помощь придут еще 8-10 подразделений из района. Время прибытия спасателей строго регламентировано. Все зависит от пробок, от отношения водителей к дорожному движению, насколько выступают дорогу. Но на сегодняшний день время составило две с половиной минуты, так как объект находится не очень далеко. Нормативное время прибытия в городе 10 минут, так что во все параметры, слава богу, укладываемся. Пока сезон протекает спокойно, проводятся инструктажи личного состава, обучения и профилактические мероприятия. Анапские пожарные готовы к любым неприятным сюрпризам летнего сезона. Но будем надеяться, что он пройдет спокойно и без происшествий. Специалисты управления муниципального контроля совместно со специалистами управления торговлей потребительского рынка, сотрудниками полиции провели мониторинг улицы Горького и Набережной. Выявили ряд нарушений. На улице Горького фото на память предприимчивые коммерсанты предлагают на каждом шагу. А есть ли разрешение на такую деятельность? Специалисты муниципального контроля просят показать документы. У предпринимателя нет ни одного документа на установку конструкции на муниципальной территории. В отношении гражданина возбуждено административное производство. Конструкции убраны. Еще одна нелегальная точка по оказанию услуг фото установлена на набережной. В отношении гражданина возбуждено административное производство. Заплатит штраф и предприниматель, который незаконно оказывал услуги по прокату машинок. Два коммерсанта, установившие передвижную точку по реализации сладкой ваты, заплатят, соответственно, два штрафа. В ходе обхода улицы Горького и Набережной возбуждено пять административных производств. В Анапе созданы мобильные группы, которые следят за сохранностью песчаных дюн и пресекают езду по ним на автомобилях и квадроциклах. Любители прокатиться по пляжу – настоящий бич курортного сезона. Не только мешают отдыхающим, но и нарушают закон. На основании постановления главы администрации города Куртанапа Сергея Сергея Павловича созданы мобильные группы по выявлению и недопущению выезда транспорта на пляжные территории. Продолжается патрулирование пляжных территорий по пресечению движения транспорта. Ежедневно сотрудники муниципального контроля совместно с сотрудниками роты ДПС смотрят за порядком и безопасностью на пляжах. Сотрудниками роты ДПС города Анапа выявляются административные правонарушения правил дорожного движения, такие как движение квадроциклов по пляжной территории в нарушение знака 533 пешеходная зона. В управлении вышеуказанными транспортными средствами без мотошлема осуществляется проверка всех необходимых документов, а именно таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса. Но это не останавливает нарушителей. Они продолжают ездить на квадроциклах и автомобилях по пляжам. Однако безнаказанными такие действия не остаются. Сотрудниками роты ДПС ежедневно проводятся рейды. На правонарушителей составляются протоколы об административном правонарушении, и штрафы предусмотрены немалые. В период школьных каникул излюбленное занятие подростков, езда на мотоциклах и мопедах. Однако для неопытной детворы именно эти виды транспорта самые опасные и травматичные. За первую декаду июля возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Как говорят сотрудники ГИБДД, что не авария, так обязательно с участием мотоцикла или мопеда. Водители этих транспортных средств наименее защищены, и малейшее столкновение приводит к тяжким телесным повреждениям. За прошедший период текущего года на территории города-курорта Анапа произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых 4 человека погибло и 16 человек получили ранения. Основной причиной данных ДТП является управление транспортных средств без водительских удостоверений, либо без документов. Хотелось бы обратиться к родителям в связи с тем, что большой рост дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта нам приносят несовершеннолетние дети, которые самостоятельно берут мототранспорт, выезжают на проезжую часть. Естественно, по незнанию правил дорожного движения они совершают какие-либо нарушения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Дорогие игрушки могут стать смертным приговором для детей. Со своей стороны сотрудники автоинспекции в течение всего летнего сезона ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений водителями мототранспорта. Основной упор сделают на сельские поселения – станицу Благовещенская, поселки Витязево и Суко. В Анапе выбирают самый уютный дворик. Один из претендентов – двор с роскошным садом на улице Новороссийской. Гибискус, хостолилии, папоротники и розы украшают уютный двор Тамары Лисаченко. Особенно поражает разновидность роз. Здесь их более 60 видов. Тамара Ивановна признается – любовь к цветам воспитала мама. Когда я была маленькая, у меня мама тоже занималась разведением роз. И вот утром встаю, она нарежется в охапку и ставит возле моей кровати. И я просыпаюсь и вижу вот такой огромный букет цветов. И вот мне почему-то так это запало еще с самого детства. И вот больше всего я эти розы обожаю. Утро начинается с ухода за цветами. Обрезка, полив – на это уходит много времени. Ведь Анапчанка благоустроила не только дворовую, но и придворовую территорию. Маленький дворик превращен в настоящий цветущий розарий, в котором находится замок, сделанный руками Тамары Ивановны. Дети и муж разделяют увлечения мамы. То опору для цветов сделают, то полить помогут. Каждый год она участвует в конкурсе на самый уютный дворик. Всегда получает призовые места. Очень много отдыхающих спрашивают названия, фотографируются. Вообще хочу, чтобы Анапа вся была красивая, вся в цветах. Конкурс раньше был малоизвестен. Сейчас же Анапчане стараются придумать что-то интересное и с радостью принять в нем участие. Начинали мы более 10 лет тому назад, когда еще мало кто занимался высадкой цветов и кустарников возле своих дворов. А сейчас у нас очень много представителей и жителей, которые занимаются этим. И такие вот красивые у них полисадники. Совершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В пятницу 17 июля в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов. Ночью до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости, анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к печаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...